Дома по коммуне 45 не везло изначально. Он был построен на месте озера. В том числе неправильным был проект и не той длины вколочены сваи. Отсюда серьезное разрушение фундамента. Самый аварийный подъезд был расселен два года назад. Теперь покидают квартиры остальные жильцы. У жильцов дома по коммуне 45 был выбор – либо купить квартиру на рынке вторичного жилья, либо вложить деньги в одну из новостроек. Больше половины жильцов согласились на новые квартиры в районе вокзала. До 1 июля нам давали гарантию проектанты, что дом простоит. Сегодня 10 июня, сегодня знаковый момент. Все-таки сложно все в это верили, что это может быть и в кризисной ситуации, что можно построить дом за 11 месяцев. Пермская фирма «Стройпанелькомплект» возвела девятиэтажный дом в сжатые сроки. Поскольку дом сдается в срок, то мы выполнили свои обещания перед жильцами и перед администрацией края и города. День сдачи девятиэтажки стал настоящим событием для местных и краевых властей. Общая сумма выделенных средств на расселение аварийного дома составила 140 миллионов рублей. Все в лифт не войдут. Лифт работает, но все в лифт не войдут. Жильцы, выбравшие новое жилье, не прогадали. Дом построен в экологически чистом районе, рядом с озером, стадионом и сосновым бором. В каждой квартире обои, линолеум, сантехника, пластиковые окна. Заезжай и живи. И самое главное, по площади все квартиры больше прежних. Семья Спарцовых довольна двухкомнатной квартирой и, в частности, необычной планировкой кухни. Здесь у нас площадь больше за счет кухни-гостиной. Новый проект дома. Радует, что у нас еще кухня стала 14 метров, вместо 9. Другая семья Сарапуловых в восторге от своей однокомнатной, где тоже есть сюрприз от строителей. Даже есть темная комната. В общем-то, она очень светлая из-за светлых обоев. Места очень в ней много. Ученые делали заключение, что до июля дом простоит точно. За его дальнейшую судьбу они не отвечают. К счастью, до 1 июля все успели переехать. Теперь спокойно и Министерство безопасности. Ведь на всякий случай были решены вопросы с эвакуацией и транспортировкой людей. А вдруг бы обрушение дома случилось раньше отпущенного учеными срока? Было бы сложнее, если бы мы запоздали с выделением денег, а строительный бизнес не построил бы вовремя дом по приемлемым ценам. Значит, и были бы проблемы с эвакуацией и с прочим-прочим. Всем известно, что жилья в Кунгуре мало. Поэтому оставшиеся квадратные метры в новом доме вскоре тоже будут раскуплены. Мало того, что решаем проблему коммуны 45, мы в принципе начали решать проблему города Кунгура по обеспечению жильем. Новый адрес счастливчиков Крупской, 1. По словам ученых, в отношении Карста это самый безопасный район.